Мне кажется, нет ни одной семьи, которая бы эту болезнь не затронула. На первый взгляд о коронавирусной инфекции уже все все знают. Однако это представление ошибочно. Даже у таких просвещенных людей, как сотрудники библиотек, вопросов о ковиде остается много. Поэтому анапские медики по возможности принимают приглашения в трудовые коллективы, чтобы объяснить, как важна вакцинация и почему нельзя верить в страшилки из социальных сетей. Вы знаете, там много фальсификаций, что смущает умы, смущает понимание ситуации. Люди боятся делать прививку, хотя, казалось бы, надо бояться ковида. И чтобы люди немножечко расставили все по полочкам, были приглашены специалисты медучреждения. Я думаю, что как результат такой беседы у ряда сотрудников появится понимание, что надо быстрее идти делать прививку. Библиотекарям рассказали, какие виды вакцин существуют и чем они отличаются. Важно, что ответы на свои вопросы люди получили накануне выборов. Ведь во многих библиотеках уже работают избирательные комиссии, а скоро начнется само голосование. Не знаю, есть у меня сейчас антитела или нет уже, но я болела очень сильно, у меня 64% было. Если я сейчас сделаю прививку, а впереди выборы, да, это много людей, все, мне нужно сейчас прям делать. Ответ медиков однозначен. Чтобы защитить себя и окружающих, вакцину ставить нужно. Даже если человек заразится повторно, болезнь пройдет в более легкой форме и не вызовет опасных осложнений. И об этом шла речь на сегодняшней встрече. Очень хорошо, когда есть прямой контакт. То есть человек задает конкретный вопрос, ему конкретно отвечают. Это он не читает в интернете какие-то сообщения, что вот там одна тетя сказала, один дядя сказал. То есть здесь мы и пытаемся на научном уровне это объяснить, потому что некоторые не понимают, как работает вакцина. Чем быстрее мы вакцинируем 80% населения, тем быстрее у нас выработается коллективный иммунитет, и тем быстрее мы вернемся к нормальной, обычной нашей жизни. А нам этого очень хочется. Сейчас в централизованной библиотечной системе Анапы привито около половины сотрудников. Руководители уверены, что после этого разговора коллективный иммунитет отдельно взятого учреждения станет гораздо выше. Антон Чистяков, Алексей Девейкин, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова